Второе сухое поражение за неделю потерпел магнитогорский металлург. Одним из главных героев встречи стал вратарь-адмирала, воспитанник школы-магнитки Игорь Бабков. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Глядя на состав дальневосточной команды, то и дело находишь знакомые магнитогорцам имена. В воротах Игорь Бабков, вернувшийся в Россию после нескольких лет, проведенных за океаном. В поле еще несколько выпускников школы-магнитов. Константин Макаров, Максим Мамин, Дмитрий Союзтов, Михаил Фисенко. А на скамейке, за спинами игроков, легендарный нападающий Равиль Гусманов. Крепкий, хотя и не звездный коллектив, наглядно показал хозяевам, как можно терпеливо дожидаться своих шансов и самоотверженно бороться на любом участке площадки. Уже в стартовом периоде магнитогорцы трижды проиграли в большинстве, но ничего убедительного не продемонстрировали. Надо где-то попроще играть без лишней академии. Черновую работу побольше сейчас делалось, бросать, бросать. Так нормально все будет, забьем нормально все будет. Адмирал играет в шесть защитников. Этот фактор как-то скажется на пользу Металлурга в концовке? Конечно скажется. Если начнем давить, забрасывать туда, давить, играть в тело, все скажется. Изменить свою игру должным образом хозяева так и не сумели. В этот вечер они получили семь попыток реализовать численный перевес. Больше минуты играли в пятером против троих, однако показали только невероятную расточительность. А вот гости готовы были зацепиться за любую возможность. И на 35-й минуте она им предоставилась. Кирилл Воронин и Егор Яковлев после ошибки Ярослава Хабарова в средней зоне убежали вдвоем против одного защитника и не оставили шансов Вазилию Кошечкину. Самодача очень большая была у ребят, очень заряженность. Выстрелились с таким трудным соперником, как в меньшинстве. Мастера очень, конечно, хорошие. Вот, втроем, в четвером. Это залог, конечно, успеха был сегодня. Ну и, конечно, игра вратаря. Кошечкин, как мог, сохранял интригу, отразив 35 бросков, но его партнеры так и не забили, причем уже во второй раз за неделю. Окончательный счет, поразив пустые ворота, установил Никлас Бергфорс. А Игорь Бабков впервые после возвращения в Россию отыграл на ноль и сделал это именно против родного клуба. У него и мотивация, я думаю, очень хорошая была сегодня. И он, несмотря на какие-то матчи проигрышные, я думаю, он все равно показывал хороший хоккей и сегодня доказал это. Впереди у метагодцев выездная серия, которая начнется в понедельник, 28 сентября, матчем против подмосковного Витязя. Продолжается телекомпания ТВН.